Добрый день, уважаемые председатели, коллеги. Разрешите представить вашему вниманию сообщение о возможностях изменения разовой очаговой дозы при проведении сочетанной лучевой терапии у больных раком предстательной железы. Поиск оптимальных режимов фракционирования сопровождал развитие лучевой терапии с момента ее появления. Само использование рентгеновского облучения началось с фракционированного облучения. Это связано с низкой мощностью первых рентгеновских трубок и невозможностью дать сразу необходимую дозу облучения. История развития лучевой терапии привела к формированию так называемых традиционных режимов фракционирования, которые несколько отличались в разных странах. И в России, как вы знаете, при разговоре о радикальном облучении это разовая очаговая доза 1,8-2 грея, один раз в день, ежедневно, 5 дней в неделю, до суммарных доз, которые определяются морфологическими особенностями опухоли и толерантностью нормальных тканей, которые располагаются в зоне облучения. Развитие радиобиологии и математических моделей, описание радиобиологических эффектов привело к созданию линейно-квадратичной модели, которая на сегодняшний день является одной из самых употребляемых моделей. И ее применение в практике позволило нам применять различные варианты фракционирования, которые вы прекрасно знаете. Большинство опубликованных литературных данных свидетельствует о том, что для клеток рака предстательной железы альфа-бета имеет низкое значение. И оно ниже, чем альфа-бета окружающих нормальных тканей. Таким образом, возможно предполагать, что наиболее оптимальное соотношение между томороцидным эффектом лучевой терапии и толерантностью нормальных повреждающим воздействием на нормальные окружающие ткани может быть достигнуто при применении облучения крупными фракциями. И к настоящему времени есть уже достаточное количество рандомизированных исследований, в том числе и третьей фазы, которые проводят сравнительный анализ традиционных режимов фракционирования и гипофракционирования при проведении радикального лечения рака предстательной железы. И результаты этих исследований свидетельствуют о том, что режимы гипофракционирования по меньшей мере не уступают по эффективности традиционным режимам облучения. И более того, сопровождаются приемлемой переносимостью без статистически значимого увеличения токсичности. Аналогом облучения крупными фракциями также является высокомощностная брахиотерапия. И к настоящему времени есть рандомизированные исследования, которые проводят сравнительный анализ эффективности только дистанционной лучевой терапии и сочетной лучевой терапии в лечении рака предстательной железы. И результаты этих исследований свидетельствуют о преимуществе выполнения сочетной лучевой терапии. Более того, в 2018 году опубликованы результаты метаанализа, который подтвердил эффективность проведения сочетной лучевой терапии и, возможно, вероятно, поставил точку в вопросе эффективности данной методики. Однако, несмотря на такое широкое применение сочетанной лучевой терапии, однозначных режимов до настоящего времени не определено, как в отношении этапа дистанционной лучевой терапии, так и в отношении этапа брахитерапии. И, тем не менее, сводные литературные данные свидетельствуют о том, что большинство из применяемых режимов фракционирования при проведении сочетанной лучевой терапии вполне удовлетворительно переносится пациентами. При подготовке к докладу мы нашли несколько работ, в которых проанализировали эффективность и токсичность сочетанной лучевой терапии при применении различных вариантов фракционирования этапа внутритканевого облучения. Однако, подобных работ в отношении этапа дистанционной лучевой терапии мы не нашли. Наш центр в настоящее время обладает опытом лечения 221 больного раком предстательной железы высокого риска прогрессирования с применением традиционного режима фракционирования дозы при проведении сочетанной лучевой терапии. Медиана наблюдения за больными составляет 16 месяцев и анализ результатов лечения свидетельствовал о вполне удовлетворительной его переносимости. Клинически значимые острые осложнения со стороны нижних отделов мочевыводящих путей мы наблюдали у одного пациента, со стороны нижних отделов желудочно-кишечного тракта у трех больных. Означимые поздние осложнения второй степени тяжести со стороны мочевыводящих путей мы наблюдали у пяти пациентов, а со стороны нижних отделов желудочно-кишечного тракта у девяти больных. Также мы наблюдали развитие структуры у ретры у трех из более чем двухсот пациентов. И убедившись в том, что данная методика неплохо переносится пациентами, мы в рамках научного исследования приняли решение о проведении этапа дистанционной лучевой терапии с применением режима гипофракционирования. Мы проводим это исследование на протяжении последнего года, и в настоящее время медиана наблюдения за больными составляет 4 месяца, поэтому мы оценили острые лучевые реакции, и данная методика неплохо переносится пациентами. Для оценки поздних осложнений мы будем продолжать наше исследование. Таким образом, у нас появилась возможность провести сравнительный анализ острой токсичности двух вариантов фракционирования – традиционного фракционирования дозы и режима умеренного гипофракционирования. Мы наблюдали некоторое увеличение острых лучевых реакций второй степени со стороны нижних отделов мочевыводящих путей при применении режима гипофракционирования. Однако данные различия не были статистически значимыми. Таким образом, позвольте заключить, что метод сочетанной лучевой терапии как с применением режима традиционного фракционирования дозы, так и режима гипофракционирования дозы, вполне удовлетворительно переносится пациентами при приемлемых показателях токсичности. Мы обязательно будем продолжать наше исследование для оценки поздних осложнений лечения и эффективности лечения. Спасибо за внимание. Один вопрос, если можно, такой короткий. Вы же сравнивали две группы пациентов. Вы брали больных на сочетанную лучевую терапию, больных вместо распространенным раком, правильно? Не низким риском, а больных высоким риском. Высокого риска прогрессирования. А вот влияет ли, и как здесь сравнивать пациента, можно ли переходить на гипофракционирование у больных, например, в зависимости от объема предстательной железы. У кого-то она там 20 кубиков, у кого-то 100 и 150. А от того, какие проблемы с мочеиспусканием, хронический цистит у него или он нормально мочится, какой объем остаточной мочи, может, детрузеры настолько ослабли, что там у него такой объем мочи, и мы подводим высокую дозу. Вот как вы к этому относитесь? Всем ли можно проводить гипофракционирование? Всем этим пациентам была проведена сочетанная лучевая терапия, и вариант фракционирования дозы был изменен на этапе дистанционной лучевой терапии. А все пациенты, которые в нашем центре, которым планируется проведение сочетанной лучевой терапии, естественно, должны соответствовать критериям включения. Большинство этих критериев – это показатели мочеиспускания, как объем остаточной мочи, максимальная скорость потока мочеиспускания, балл по международной оценке симптомов простаты. То есть все эти пациенты, объем предстательной железы был менее 50 кубических сантиметров, объем остаточной мочи менее 50 мл, потоковая скорость мочеиспускания максимальная более 10. Соответственно, все они были так или иначе идентичны.